Кто-то для цветов покупает вазы, а кто-то гидлорат Ева. Да-да, вы не ослышались. Я перехожу на новый уровень. Короче, мне пришла посылка. Одна достаточно большая коробка, в которой было всё. Для приготовления гидлоратов мыло и свечей. В комплекте даже были три ванночки для плавления, в которых одновременно можно готовить несколько видов свечей и мыла. Короче, недолго думая, я начала всё тестить. Наливаем наичистейшей воды, устанавливаем все необходимые поддончики. Ну и самый главный ингредиент — цветы. Но удивление, с ними не жалко было прощаться, потому что гидлорат из роз — это самая крутая вещь. А если бы точнее, его называют «розовая вода». Почему розовая? Да потому что из роз, ну это логично. Следуем чётко по инструкции. Ведь мы делаем домашнюю косметику. Две руки — это хорошо, а четыре — лучше. Установили резинку-уплотнитель. Приспандорили всякие трубочки в кран для подачи и вывода воды. У гидлората есть два режима работы — паровая дисталляция и водяная баня. Мы будем тестить первый режим. Устанавливаем агрегат на плиту. Чистую ёмкость для концентрата. Всего лишь каких-то 15 минут, вот они, первые плоды. И вот оно, успокаивающее, противовоспалительное, антибактериальное средство. Ссылку на это чудо оставлю в комментариях.